ДТЭК Ахметова пополнит запасы антрациты из своих российских шахт. Энергохолдинг ТЭК начал поставки антрацитового угля на Приднепровской и Криворожской теплоэлектростанции, обе, Днепропетровская область, и своих угольных шахт в Ростовской области в России. Об этом украинским новостям сообщила пресс-служба ТЭК Энерго. До начала отгрузки на Приднепровской и Криворожской ТЭС первых партий угля из ЮАР, которые ожидаются в июне, ТЭК решил направить на эти станции часть антрациты с шахта управления Обуховская, Ростовская область, Россия, сообщила пресс-служба. Это предприятие входит в состав ТЭК и сейчас в первую очередь обеспечивает потребности Луганской ТЭС. Нет других вариантов поставки угля по железной дороге, кроме как из России. За благовременное пополнение складов Приднепровской и Криворожской ТЭС будут включаться в работу при существенном росте нагрузки на энергосистему Украины. Позволит станциям дольше производить электроэнергию в необходимом для энергосистемы страны режиме, отмечает компания. Пресс-служба ТЭК Энерго отмечает, что основная часть антрацита для работы этих станций будет импортирована из Южноафриканской Республики. В апреле ТЭК сообщил, что подтвердил закупку 600 тысяч тонн антрацитового угля из ЮАР с опцией увеличить до 1 миллиона тонн. Прибытие первого судна в Украину с 75 тысяч тонн антрацит ожидается в июне. По данным Министерства энергетики угольной промышленности, по состоянию на пятницу, запас антрацита на складах Приднепровской ТЭС составляет 41,1 тысячи тонн угля, Криворожской ТЭС – 46,7 тысячи тонн угля. В частности, в период с 3 по 5 мая на склады Приднепровской ТЭС было поставлено 10,3 тысячи тонн антрацита, Криворожской ТЭС – 12,2 тысячи тонн. Как сообщалось, с 17 февраля в Украине действует чрезвычайное положение на рынке электроэнергии и было введено в ответ на полное прекращение поставок антрацитового угля с территории Донецкой и Луганской областей, неконтролируемой украинской властью. 16 марта Кабинет Министров еще на один месяц продлил действие чрезвычайного положения, чрезвычайных мероприятий, на рынке электрической энергии. 5 апреля с целью экономии угля прекратили работу Трипольская ТЭС, Центрэнерго, и Приднепровская ТЭС, ТЭК. 6 апреля работу прекратила Змиевская ТЭС, Центрэнерго, 11 апреля, Триворожская ТЭС, ТЭК. Затем на некоторое время работу прекратила Славянская ТЭС, Донбасс Энерго. 12 апреля НСВ энергетику был продлен еще на один месяц.